Значит, наша тема называется «Странным образом математика сотворения мира» или «Математика и сотворение мира». И вообще, как бы, эта тема, ну, может быть, это другой взгляд на название религии наука в каком-то смысле, да? Но для меня эта тема является вполне новой, я никогда на неё не... не было у меня лекции, поэтому это будет состоять из разных кусков. Которые поначалу, между собой, будут не очень связаны, мы их, походу, дело свяжем. Итак, начнём мы с простого вопроса, тривиального. Начнём мы с простого вопроса в качестве разминки. Является ли занятие математикой божественной заповедью? Обязал ли нас Бог заниматься математикой? Те, кто... Те, кто... Те, кто... Те, секундочку. Те, кто слышал моё объяснение на эту тему, тот лишается права голоса. Это только тот, кто не слышал, а сам придумывает. Итак, вопрос. Является ли... Есть ли такая заповедь заниматься математикой? Нет. Так. Нет, полно. Итак, какие есть ваши идеи? Давайте сначала идеи высказывают тех, кто никогда не был на лекции моей. Те, кто первый раз высказывают ваши идеи, как бы это могло быть. Если математика – это наука, структура, порядки и отношения, то тогда это лежит в основе любого действия. Как внутрительного, так и... Юляк. Юляк. Так, значит, вопрос. Повторим. Есть ли заповедь всевышнего заниматься математикой? Ответ. Конечно, да. Почему конечно, да? Конечно, да. Мы открываем Тару. И самой первой заповедью, которую Бог дает человеку, а только он его делает, прямо на самой первой странице Тары, какая заповедь? И создал Бог человека, по образу подобию, и сказал, там, благословиво, сказал, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и властвуйте над ней. То есть, это заповедь построения цивилизации. Человек должен остаться не одна пара людей, а много, они должны заселить землю и властвовать над землей. Как называется власть человека над землей? Она называется цивилизация. То есть, мы не можем так просто укрыться там от дождя, а вот мы построили дом и от дождя укрылись, и от холода тоже, и перепрыгнули на другой континент, чего мы не можем добежать, и разговариваем с людьми на других континентах, и миллион, миллион всего абсолютно, что называется цивилизация. По своему определению цивилизация это и есть, власть человека над природой. По сути, определение понятия цивилизации. Итак, первая божественная заповедь повелевает построить цивилизацию. Поэтому все развитие науки, технологии, социума, организации человеческой, это все входит в первую заповедь. И наука является абсолютно необходимой частью, без нее невозможно построить цивилизацию, а математика является неотъемлемой частью науки, без которой нельзя построить цивилизацию. То, что без математики нельзя построить цивилизацию, это совершенно очевидно. Неважно, что она, наш конструкт, и как бы она ни была, она является составной частью этой цивилизации. Поэтому первую заповедь, которую получил человек, входит в заповедь постоянной цивилизации и, соответственно, науки. Теперь, но если это так очевидно, если самая первая заповедь, в нее входит наука, то почему, открыв любой список заповедей, вы нигде этой заповеди не найдете? Любая цивилизация сама по себе не разные цивилизации, в смысле европейская, африканская или японская. А цивилизация сама по себе, то есть организация человечества, развитие, науки, культуры, технологии и всего прочего, вот именно это является заповедью. Нет отдельной заповеди построить и западную цивилизацию, или японскую цивилизацию. Цивилизация общечеловеческая. И в эту цивилизацию само по себе наука входит точно, без нее построить, как сказать, та или иная форма науки, неважно, когда она формализовалась как математика. Само по себе развитие научных представлений, оно является частью заповеди. Поэтому получается, что наука и математика в частности являются самой первой, основной, фундаментальной вещью, которую Бог заповедил человеку. И поэтому вопрос мой, если это так очевидно, если это на первой станице цары написано, то почему же, взяв любой список заповедей иудаизма, или взяв любую книжку введения в иудаизм, или любую, так сказать, популярную, что такое евреи, или там, то вы не найдете там этой заповеди. Вы будете, так сказать, если вы пролистаете, и там звоните заповеди, 613, заповеди Маймонида, кого угодно, вы не найдете заповедь заниматься наукой. В то время, как мы только что сказали, что это очевидная вещь, написанная на самой первой странице. То есть явно есть какое-то не то. Вы сами понимаете, что если вопрос является ли наука или математика заповедью, то есть вопрос не очевиден. Я ведь не стал бы спрашивать про заповедь, который во всех пуляренных учебниках написан. Не было бы смысла спрашивать, правда? Так почему же эта заповедь не попала в самые книжки основные? Правильный вопрос, да? Ответ такой, что вся систематизация заповедей была проведена в ситуации, когда еврейский народ находится в изгнании. И есть кардинальная разница между жизнью еврейского народа в изгнании и жизнью еврейского народа в стране Израиля. И когда, да, это и есть, когда центром является жизнь еврейского народа в стране Израиля, то даже те, кто живут в диаспоре, все равно уже она, эта диаспора, не такая, как диаспора, когда нет народа, когда нет центра в Израиле. То есть сегодня, даже не зависимо от того, где еврей живет, все равно наличие государства Израиля кардинально изменяет всю еврейскую перспективу. И разница главная в следующем. Пока евреи, пока центр еврейской жизни был в диаспоре, основным мотивом, основным вектором всего еврейского существования было желание сохраниться. Главное, чем занимались, сохранить. Этим до сих пор многие занимаются, да? Зайдите в любую, там, не знаю, вешиву, еврейский музей, любую, там, еврейскую клуб, чем вы здесь все, ребята, занимаетесь? Мы сохраняем еврейскую традицию. То есть слово «сохраняем» – это ключевое слово для духовного взгляда диаспоры. И это было две тысячи лет. То есть все заповеди были систематизированы и кодифицированы, начиная с Талмуда, который или уже рассеяние, или в преддверии рассеяния. А окончательная формализация была, Маймонид, Солхана Рух, все. Не важно, что сам автор Солхана Руха жил в Израиле. Народ жил в диаспоре. А сегодня народ, центр жизни еврейства в Израиле. И поэтому меняется все совершенно кардинально. Теперь, когда еврейский народ живет в диаспоре, то центральная задача – это выживание. Так вот, в ситуации, когда центром жизни является выживание, нет евреям ни возможности, ни настроя, ни потенциала влиять на остальных. Главное – это отгородиться. Главное – это залезть в некоторое пространство внутреннее, в свое, как бы, детство в широком смысле слова, и чтобы нас не съели. Поэтому вещи универсальные выпадают из поля зрения религии. Религия концентрируется в изгнании на вещах партикулярных, на вещах сохраняющих. Что сохраняет? Различия. Мы одни, а они другие. У нас так, а у них по-другому. У нас кашрут, а у них нет кашрута, поэтому ты к ним не садил, у них не ешь, у них не пей и не сильно дружи. Да, то есть установка диаспоры – это установка на изолирование, ощетинивание, чтобы сохраниться. Поэтому заповеди, когда они формализуются в диаспоре, то подчеркиваются заповеди индивидуальные, которые распространяются на индивидуумах. Подчеркиваются заповеди общины, но заповеди, например, общенациональные почти не замечаются. То есть нет заповеди общенациональных, есть заповеди, которые можно сделать индивидуум или община. Общенациональные – это уже остеяние Израиля. И совсем уходят из поля зрения заповеди универсальные, которые относятся ко всему человечеству. То есть индивидуальные заповеди все хорошо систематизированы, общинные – более-менее, общенациональные – слабовато систематизированные, универсальные – вообще не замечены. А заповедь заниматься наукой, которую мы только что обсудили, это заповедь универсальна, то есть относится ко всем людям. Здесь нет, она не относится не только к одному Васе и Коле, она не относится специфически к евреям, она относится к человечеству. Теперь, потому что субъектом этой заповеди является человечество. То есть у Васи и у Коли нет заповеди заниматься наукой. Эта заповедь есть только у человечества вместе. Вот все такие заповеди пропали из вида. Они просто не были перечислены. И поэтому тот иудаизм, который основан на сохранении традиции гиаспоры, он эту заповедь не замечает. Теперь, сегодня в Израиле есть два вида религиозных. У нас вопрос из зала. Поскольку мы говорим про науку, такое соотношение между математикой и наукой является математикой и вообще наукой. Теперь, совершенно, как мне кажется, очевидным, а давайте я сначала анекдот расскажу. Анекдот состоит в том, не помню, какой там человек, как вас его там звали, профессор немецкого, ну, там, университета, который всем исполнился на заседании ученого совета, и математик. И там стали обсуждать, что нужно больше места уделить языкам, а не физике, химии, математике. На что он проснулся и сказал, математика – это язык. Да. То есть, разумеется, математика не является естественной наукой, но математика является языком, на котором говорит естественная наука. То есть, совершенно верно, что математика не проверяется в эксперименте, потому что математика не относится к естественным наукам. Теперь, но языком, с помощью которого делаются естественная наука, является математика. В этот смысл – она неотъемлемая часть здания науки. Теперь, как устроены все естественные науки? Они устроены так. Создается теория. Из этой теории делаются выводы. Эти выводы проверяются в эксперименте. Как устроены все естественные науки сегодня? Теория и выводы из нее неотделимы от математического аппарата данной теории. Поэтому ни физика, ни химия, ни что другое неотделимы от математики. Притом сама математика в эксперименте не проверяется именно потому, что она не относится к естественным наукам, она относится к тому языку, на котором естественные науки разговаривают. Вот мне кажется и все. Поэтому никакой проблемой, что математика неотъемлемая часть здания науки, разумеется, неотъемлемая часть, а является она сама проверяемой в эксперименте, конечно, нет. Не знаю, там простейшая вещь – логика. Проверяется ли логика в эксперименте? Разумеется, нет. Потому что логика – это некая формальная система. Но без логики вы не можете построить никакую схему, которую потом вы проверяете в эксперименте. Вот и все. Окей. Все-таки я хотел бы подвернуться, потому что то, что, хотя я говорю про еврейский народ, но эта вещь совершенно универсальна, относится ко всем. И к христианству тоже и в той же степени. Значит, у нас в Израиле есть два вида религиозных. Религиозные классические и религиозные модернистские. Теперь. И разница между ними такая. Является ли возвращение евреев в свою страну и построение государства Израиль духовным кардинальным изменением жизни? Или это просто мелкая политическая и техническая разница? То есть то, что у нас создано государство Израиль. Это значит, вся жизнь поменялась в духовном плане, и все, что было раньше, требует кардинального пересмотра, или, в общем, ничего не поменялось. Жили в Польше, жили в Украине, жили в Америке, живем в Израиле. Ну, какие-то там мелкие детали. Теперь. Это разница между классическими религиозными и модернистскими религиозными. Теперь. Если мы посмотрим на ход истории, как было раньше, то совершенно очевидно, что модернистские и религиозные – это единственный адекватный подход к жизни к религиозным. Просто потому, что если мы посмотрим на предыдущее событие такого масштаба, а именно изгнание евреев из страны Израиля, то мы увидим, что вся жизнь мироздания поменялась. Иудаизм кардинально изменился 2000 лет назад, когда евреи ушли из страны Израиля. Все поменялось. Система заповедей поменялась, взгляд на мир поменялся, поменялось абсолютно все. Христианство кардинально поменялось. Собственное возникновение христианства, его распространение полностью завязано на изгнании евреев из страны Израиля. Поэтому событие 2000 лет назад, разрушение храма, изгнание евреев из своей страны, поменяло жизнь для всех. Для евреев это изменило весь иудаизм, для христианства это было триггером распространения христианства, превращения именно в религию, которой оно сейчас сегодня является. И поэтому никак нельзя сказать, что это была вещь мелкая или техническая. Это была вещь, которая изменила всю жизнь человечества. Но если 2000 лет назад изгнание изменило всю жизнь человечества, то сегодня возвращение точно так же меняет жизнь человечества. То есть подход, что ничего не поменялось, это просто не видеть совершенно леса с деревьями. Видеть деревья и не видеть, что они в лесу. И это поменялось, оно очень существенно. Теперь, если вы знаете, если мы говорим про христианство, то одной из основ теологии христианства было то, что евреи изданы из своей страны за то, что не признали Иисуса. И евреи не могут вернуться, пока не признают. Это было одной из основ фундаментальных. Это Августин, это Иоанн Златоуст. Это просто на этом строилось все здание христианства. То есть евреи не могут вернуться. Например, рассмотрим простейший пример. В качестве всем нам известного из повести временных лет, как князь Владимир решает Русь, в смысле так, киевскую, решает ей дать монотеистическую религию. Вместо там Перунов, которые были, принять монотеизм. Он приглашает еврея, мусульманина и христианина. Как вы помните, правда, все читали? Или слышали? Правильно? И он дальше их спрашивает, задает им вопросы каверзные, которые объясняют, почему постфактум, почему он не мог принять Ислам, и почему он не мог принять иудаизм. Как вы все знаете, Ислам он не может принять, потому что пить нельзя. И для русских это невозможно. Прямо как написано. Руси веселье пить. Иначе быть не может. Потому что князь дружины должен выпивать. Иначе он не князь. И дружина не дружина. Теперь. И поэтому не принимается слабо. Вот оно, великое, позитивное значение водки для русской истории. Тогда, наверное, была Брага, водки еще не было, они же не учились перегонять. Но, тем не менее, значит... Да. Да. Теперь. А иначе была бы Исламская. Понятно. Нам всем понятно, что он был по другим мотивам, по политическим. Это неважно. Это объяснение, это фундамент самогнификации русской. Теперь. А почему он не принимает иудаизм? Потому что он говорит евреям, а где ваша страна? Он вообще человек ученый. Он знает, какие вопросы давать. Ну, неважно. Мы написали это постфакт. Это совершенно несущественно. Это самосознание русского народа и вообще русской цивилизации. Он говорит, где ваша страна? Они ему отвечают, наша страна – Иерусалим. Он ему говорит, я знаю, что ваша страна была Иерусалим, а сегодня где ваша страна? Они говорят, Бог за наши грехи и изгнал нас из нашей страны. Он говорит, ну, если вас изгнали за грехи, то как можно вообще вашей элигии интересоваться? Все, до свидания, вы никому не интересны. То есть, пока евреи живут в изгнании, они не могут на равных разговаривать с народами мира. Когда евреи возвращаются, все совершенно меняется. И меняется кардинально взгляд евреев на мир. И вместо сохранения, которое до сих пор у классических религиозных, начинается идея распространения. То есть, взгляд универсальный на человечество. Мы часть человечества. То есть, пока мы в изгнании и вроде среди других, вектор закрылся. Когда мы в своей стране и вроде бы уже отдельно, вектор, наоборот, повлиять, соединиться и смотреть все вместе. Поэтому, как только мы смотрим с этой точки зрения, мы тут же видим заповедь заниматься наукой. То есть, общечеловеческая заповедь видна из Израиля и не видна из диаспоры. Понятно? Не видна. Ну да, 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 естественно, да. Теперь, а когда меняется иудаизм, то начинает кардинально меняться христианство. Теперь, в 20 веке христианство кардинально изменилось в отношении евреев, если отношения изменились из-за того, что было создано государство. Потому что, я бы сказал, теология христианства из Златоуста и Августина, то есть и православие, и католицизм, все стояло на том, что евреи не могут вернуться. И вот евреи вернулись, а это значит, что история опровергла теологию. Это исключительный факт, таких вообще не бывает вещей, чтобы история вдруг пошла так, что она натурально опровергла теоретические и философские построения. И поэтому христианство начало очень резко меняться. И вместо теологии замещения, то есть, что христианство пришло вместо иудаизма, как это было полторы тысячи лет, христианство ее поменяло на теологию дополнения. То есть, что христианство пришло в дополнение к иудаизму. То есть, само христианство стало осматривать себя как дополнение к иудаизму. Все подробно, все, кто хочет подробного, здесь все подробно расскажено в этой книжке. Евреи христианства. А это значит, что христианство само признало, что евреи продолжают являться корнем и ядром монотеистической части человечества. То есть, то, что евреи исторически являлись христианством, говорило всегда, естественно. Но считалось, что исторически являлись, а теперь уже не является. Оказывается, является. Поэтому сегодня нормой общения с христианами начинается с того, что мы, христиане, признаем, что иудаизм – это старший брат. Чего не было вообще полторы тысячи лет никогда. А поэтому то, что обновляется в иудаизме, оно же обновляется в христианстве. Само христианство, которое, казалось бы, было общечественным универсальным, глядя в начало книги бытия, заповедь заниматься наукой не видела. И я совсем, когда я говорю, что в еврейских нишах нет этой заповеди, то христианстве ее тоже нет. Когда иудаизм это у себя обновляет, то христианство начинает у себя это тоже обновлять. Я как раз вот в этой поездке, которую я вот сейчас сюда доехал, я был до этого в Киеве, в частности. В Киеве у меня была замечательная такая дискуссия, выступление на католическом радио вместе с православным священником. У них там есть католический радио, на котором имеется еженедельная передача православного священника на католическом радио. То есть это уже показывает, что они вполне себе конструктивны, толерантны, и с ними можно иметь дело. Но вот этот православный священник, я с ним очень, так сказать, в хороших отношениях. Мы с ним много всего там совместно всяких вещей делаем, проектов. И вот он, поскольку я сейчас был, у него как раз была эта передача, он меня тогда позвал, и мы на этом католическом радио обсуждали с католиками и православными, как христиане могут научиться у иудаизма модернизировать свою религию. Потому что вопрос модернизации религии это вопрос необычайно острый. Классическая религия на выживание, по моим понятиям, не имеет никаких шансов. Теперь, если религия реформистская, то есть она просто пренебрегает традицией и начинает просто все переделывать, то она, по-моему, опять-таки не имеет никаких шансов на выживание. Потому что у нее потеряется вся ее энергия. Она становится просто клубом сохранения традиций, ничем больше. То есть быть ортодоксами необходимо для выживания, а быть только ортодоксами невозможно к выживанию. Недостаточно, да. Поэтому нужно быть и ортодоксами, и модернистами. И вот как быть и ортодоксами, и модернистами, у евреев это разработано гораздо больше, чем у христиан. И в этом смысле христиане, по крайней мере, то, что я, тем и тем и тем и тем и тем, и общаюсь, заинтересованы научиться у евреев, как нам соединять ортодоксию и модерну. А пространство то же самое. Одна и та же книга, там, Танах, допустим, там, кто, что христиан Верхий Завет, он совершенно одинаковый. Мир и его запросы совершенно одинаковые. То есть вызовы и конфликты те же самые. То же самое история створения мира, то же самое роль науки, то же самое отношение, там, не знаю, к научным исследованиям сегодняшним, и миллион всего. И там моральные вопросы. Все они те же самые. И в этом смысле иудаизм и христианство могут очень разумно совместно обмениваться опытом ответа на модернизацию. В этом плане то, что это иудаизм или христианство, вообще большой разницы даже не имеет. А иудаизм только проявляет. Но ключевым здесь является именно создание государства Израиль и возвращение. Потому что без этого нет никакой модернизации в иудаизме. И, по сути дела, нет ее и в христианстве. Почему и в плане модернизации? Давай, я могу на этот вопрос начать отвечать, только тогда мы уйдем совсем-совсем-совсем далеко, и я ни о чем не расскажу. И поэтому, если можно, я его вопрос уберу. Итак, мы в качестве разминки, значит, теперь давайте посмотрим, первое, что мы рассмотрели, это совершенно другое отношение религии к науке, чем то, что было раньше. Теперь, в предыдущей парадигме отношения религии к науке вопрос ставился так. Религия мешает науке или религия не мешает науке? Религия сталкивается с наукой или религия не сталкивается с наукой? Есть противоречия или нет противоречия? Это обычная тема лекций про религию и науку. Я же сейчас говорю совсем про другой вопрос. Является ли наука религиозной заповедью? И вот такой подход обычно вообще никогда не ставится. Все рассмотрение только в вопросе, мешает или не мешает инквизиция, давала ученым или не давала, или сегодня исследование слововых клеток, вот есть в Америке борьба между какими-нибудь религиозными учеными за свободу научных исследований. Я эти вопросы не рассматриваю сейчас совсем. Я рассматриваю совершенно с другой точки зрения. Имеется ли религиозная ценность у науки? И поэтому мой первый поинт стоит в том, что у науки прежде всего есть религиозная ценность. Сама по себе занятие наукой, не религиозной наукой, нет, согласованием науки и религии, а само по себе занятие наукой, целью которой является власть человека над миром, и это основа основ науки, ради этого она и делается. То есть мы построили такую картину мира, которая позволит нам предсказывать результаты своих действий и через это обойти власть над миром. Чем занимается наука? Если я хочу достигнуть такого результата, что я должен делать вкратце? Это в этом вся суть науки. Для этого я сейчас строю картину мира, которая поможет мне предсказать результаты моих действий. И вот само это является религиозной ценностью. Это совсем-совсем не тривиально. Теперь посмотрим с другой стороны. Значит, этот вопрос мы закончили. Теперь понятно, что если есть, например, люди, которые являются в этом Нобелевской премии, то нужно относиться к их достижениям как к важному духовному достижению. Ну, да, наверное, 20 лет, понятно, да? Ну, наверное, там, не знаю, там, высадил сам Солнечную луну. И вот говорит, маленький шаг для человека, большой шаг для человечества. Правда? Все человечества в восторге. А Элидия что на это отвечает? Элидия говорит, да, великое достижение духовности, или Элидия говорит, да ну фигня, зачем на луну летит, лучше бы о душе подумал. Понятная реальность, да? Так вот, если Элидия говорит, эта фигня, что на луну летает, лучше бы о душе подумал, то у такой Элидии нет никаких шансов на выживание. Потому что она неадекватна сегодняшнему состоянию человечества. И поэтому нужно, чтобы она поняла, в чем состоит то великое духовное достижение, что Антонг высадился на луну. И оно состоит в том, что власть человека над миром является божественной заповедью. Окей, прекрасно. Это мы закончили. Теперь давайте с другой стороны подойдем. Какие идеалы рисует нам, ну, скажем, в Танахт, или там книга Бытия, Тара. Какие идеалы мы видим в ней самые, как бы, важные? Что такое религиозные ценности? Не что является религиозной заповедью, а что является религиозной ценностью. И это тоже подход, который необычен для Элидии. Если возьмете любой учебник религии, то обычно там он начинается с того, какие в этой религии заповеди. И перечисление заповедей, что иудаизм, что христианство, вы тут же найдете в любом популярном обзоре по любую религию. А поставить вопрос надо по-другому. Какие в этой религии ценности? То есть, что является важным? Теперь, и поэтому давайте посмотрим, какие же ценности предлагает нам книга Бытия. То есть, сотворение мира. Откуда вообще мы знаем, что такое ценности? Как мы вообще ценности эти себе сформулируем? Значит, самой основой любой монотеистической религии, опять-таки иудаизм и христианство в равной степени, является принцип, который называется имитация Одеи. Вы, конечно, все эти это знаете, правда? Правда? Это всем принцип известный. Уподобление Богу. То есть, уподобление Богу – это основа основ монотеистической религии. Что такое, чем монотеизм? Монотеизм – это представление о том, что Бог, ну, что Бог один, а что Он создал человека по своему образу и подобию. Это основа основ монотеизма. Зачем Бог создавал человека по образу и подобию? Да, конечно, чтобы было с кем пообщаться. Правда? Бог все может, кроме только того, что Он не может пообщаться с другим, если нет этого другого. Поэтому нужно сделать другого, с которым можно было бы пообщаться. Правильно? Теперь. И чтобы с ним можно было общаться, он должен быть сделан по образу и подобию, а иначе общение невозможно. Не обязательно. Он может быть и оппонентом, но он может быть по образу и подобию. Если нет подобия, то нет вообще контакта, платформы для диалога нет. Интересно пообщаться. Окей, пообщаться означает интересно пообщаться, конечно. Ну, с собакой общаемся только в том смысле, что мы ее отчеловечиваем. То есть мы ее делаем, тот кусок собаки, который по образу и подобию, мы с ним общаемся, да, по сути дела. Потому что не по образу и подобию мы с ним общаться не можем вообще. Он может быть нашим объектом, но он не может быть субъектом, с которым мы ведем диалог. И поэтому, если Бог создал человека по образу и подобию, что основа основ любой монотеистической религии, то продвижение человека – это уподобление Богу. То есть для того, чтобы продвинуться, где у нас идеал? Идеал – это и есть Бог. И в христианстве, на русском языке, вот этот термин «имитация иудеи» переводится таким термином довольно редким. Но тем не менее, такое у нас это называется «обожение», если вы знаете такое слово. Обожение – это то, что человек, продвигаясь духовно, становится подобным Богу. Обожение – это не при чем. Обожение – это я кого-то обожестляю. А обожение – это я стараюсь быть похожим на Бога. Ну, может быть, я знаю, редкоупотребляемое, но тем не менее. Тем не менее. А латинский, западный термин – это вот эти имитации. Западный термин – это имитатудеи. Ровно то же самое. Ровно это оно и значит. Вот. Но. Каким образом, какие отсюда? Что, что, залезание в Бог? Дело в том, что с точки зрения и исламской теологии, и христианской теологии Бог раскрывается прежде всего в сотворении или в общении с индивидуумом, в душе, скажем, да? А с еврейской точки зрения Бог раскрывается прежде всего в ходе истории. И поэтому еврейский взгляд, в нем центральное и религиозное место занимают исторические книги. В отличие от христианства и ислама, где нет исторических книг в Священном Писании. Можете пересказывать, что это будет наоборот. Да, окей. Значит, например. Например. Если мы возьмем еврейское Священное Писание, то есть еврейскую Библию, Ветхий Завет, то в нем огромную часть занимают книги по истории. Книги судьи, книги Иосуа Бенона, книги Смойля, царей. И занимают просто столетие, описывают столетие хода истории. Очень подробно. Потому что Бог раскрывается в ходе истории. И поэтому книги по истории, как бы, занимают место в Священном Писании. Это не история одного поколения, да? Как, например, там, цара, там, скажем, выхода из Египта, где осматривается одно или два поколения. Или там не про отцы. А история многовековая, история народа. Там, 800 лет истории, они находятся в Священном Писании. Вот такого подхода нет ни в христианстве, ни в исламе. Потому что Священное Писание и христианство ислама, оно сконцентрировано на очень короткой, исторически, промежутке времени, скажем, одно-два поколения. Но не больше. Поэтому нет исторической динамики. Понятно. Теперь, с чем это связано? Почему в иудаизме есть историческая динамика? Дело в том, что в иудаизме субъектом религии, то есть субъектом, которому есть заповеди, которому Бог обращается, которому Бог ведет диалог, является и индивидуум, и народ. Есть два уровня субъектности. Есть индивидуум, ведущий диалог с Богом, и есть народ, ведущий диалог с Богом. И народ, ведущий диалог с Богом, это такой же субъект. Диалог народа с Богом – это и есть ход истории. Поэтому в еврейском Священном Писании, то есть в Танахе, в Верхнем Завете, есть и куски, посвященные индивидуальному диалогу с Богом, ну, например, в Салмы, при качестве примера, и куски, посвященные общенациональному диалогу, например, исторические книги, Иосиф, Иисус Новин, Судьи, и это все, как бы, это разные части диалога с Богом. Теперь, христианство в процессе экспорта из иудаизма взяло только одну часть диалога, диалог индивидуальный, и не экспортировало диалог общенциональный в христианство. И поскольку общенциональный диалог не стал субъектным в христианстве, и народ не рассматривается как субъект диалога с Богом, поэтому история не вошла в Священное Писание. Нет, естественно, христианство унаследовало из иудаизма еврейское Священное Писание, но в Новом Завете оно не сделано 800 лет истории христианства. То есть вот так было там первые два поколения, ну и все, Новый Завет закрыли. Вот там деяния апостолов, допустим, сколько там одно поколение фактически, да, про Христианство. А еврейские истории продолжают 800 лет, потому что как бы был осознан в качестве субъекта народ. Я, Тюб, я просто это очень непростая штука. Это все кило-соффе Рава Кука, это вот эта толстая книга, подробнейшим образом, всю ту религиозную революцию, которую Рав Кук, то, собственно, вот это Рав Кук, вот он вот есть создатель вот этого всего направления. И это просто огромная-огромная вещь, которая, значит, изменила иудаизм. И, наверное, так сказать, возвращаясь к имитрату идеи, к этому принципу подражания Всевышнему, из которого выходят все идеалы. То есть здесь мы хотим понять, какой идеал, посмотрите на Бога. Теперь, иными словами, нам Священное Писание описывает Бога только для того, чтобы мы поняли, какие идеалы. Поэтому вопрос мой, какое первое качество Бога в книге Бытия? Да, то есть, что Бог творец. Отсюда вывод. Первейшая религиозная ценность – это творчество. Теперь, и теперь скажите мне, почему же нигде в какой книжке это не написано? Как бы очевидно, правда? То есть первое качество – это творчество. Первое, что мы знаем. Поэтому быть творческим – это быть ближе к Богу. Само по себе наличие творчества. Второе, каким образом Бог творит? Словом. Вот это уже чистая математика. Что такое математика? Это ровно творение с помощью слова. Правильно ведь? Все математические высказывания неслучайно называются высказываниями. Этими высказываниями творится мироздание. Вот уж точно является подобием Всевышнего. Понятно. Я, конечно, не хочу сказать, что нет других способов высказывания творить. Литература – это тоже творение с помощью высказываний. Да-да-да. Конечно, конечно. Но просто надо понять, что математика – это творение с помощью высказывания. И вот это создает связь математики с сотворением мира. Поэтому где математика в сотворении мира? В том, что Бог творит с помощью высказываний. Понятно. Теперь. Теперь. все это можно назвать несколько притянутым или необычным объяснением. Но ведь любой такой подход, любой, как только вы смотрите с какой-то определенной стороны, это может быть притянутым. Оно было бы притянутым, если бы я сказал. Это единственный смысл текста. Тогда бы это было неправильным. Но то, что это один из смыслов текста, это все нормально. То есть, если мы рассматриваем все, что я говорю, не как содержание книги «Бытия», а как некий аспект, мы хотим посмотреть с точки зрения математики. И тогда мы видим этот аспект. В другой стоящей, мы увидим другой аспект, все нормально. Это же вещь многоаспектная. Но если мы хотим посмотреть с точки зрения математики, то творение с помощью высказываний будет математическое. Теперь, я хотел бы сказать еще один вопрос. Являются ли эти высказывания истинными? Нетривиальный вопрос, правда? Не подумайте, что это как бы, так сказать, издевательство. Но все высказывания, почти все высказывания оказались неистинными. Теперь, что это такое высказывание, которое оказалось неистинным? Дело в том, что все творение мира с помощью высказываний в книге «Бытия», то есть в истории сотворения мира, имеет следующую форму. И сказал Бог утверждение А, и стало утверждение Б. Вот всюду так построено. сказал Бог пусть будет вот это, и стало вот это. Причем А и Б описаны. И сказал Бог пусть будут растения на земле, и стали такие-то, такие-то растения, и сказал Бог пусть будут там животные, дополняют, и стали такие-таки животные. Начинается фраза «И сказал Бог пусть будет свет, и стал свет». То есть все время есть вот это А и Б. Оно есть всегда. Вот все описание сотворения, все шесть дней творения описывают с такой формулой. Это же необычная форма. Можно было бы по-другому написать. Можно было бы по-другому написать. Пулл первый. Сделал Бог вот это. И сделал Бог вот это. И сделал Бог вот это. Но описано и так. Описано всегда А и Б. И сказал Бог, пусть будет так. И стало вот так. Понятно. Так вот, почти всюду это не равно. Это факт. Мы открываем текст и читаем, и мы видим, высказывание А не равно высказыванию Б. Они разные. Теперь, почти всюду, кроме одного места, первое высказывание, оно равно. В первом высказывании равенство, а во всех остальных, со второго по десятое, неравенство. Первое высказывание – это сказал Бог, пусть будет свет, и стал свет. На иврике это точно такая же, прям вот буква в букву одно и то же. То есть слово «пусть будет свет» и фраза «и стал свет» – это просто тождественные, абсолютно до буквы высказывания. Просто на иврике при переводе получаются как будто бы разные слова. Пусть будет, и стал, там. Но на иврике это просто вот ровно «вы иги ор», «вы иги ор». Вот просто точное высказывание. Там просто связано с тем, что в иврике одну и ту же фразу, одну и ту же прям буквы, можно по-разному грамматически понять, исходя из места в предложении. Поэтому оно же в левой части, оно читается не так, как в правой части, но тождественность полная. А дальше все иначе. Ну, например, притом, опять-таки, можно дальше взять, сравнить и увидеть, что то, что Бог запланировал, оказалось не тем, что получилось. Всюду, кроме света, который получился так, как запланировано, все остальные высказывания неверные. Теперь, это неожиданное совершенно прочтение, напоминает нам известную фразу Черномыргина, хотели как лучше, а получилось как всегда. Так вот, оказывается, что автор фразы не Черномыргина, а книга бытия. То есть, как бы хотел как лучше, а получается все не так. Так, например, простейший пример. Самый известный из примеров, это, это всех случаев, но самый известный, про который больше всего написано и известно, это создание растений. А именно в левой части написано. И сказал Бог, пусть будут растения съедобные с плодами съедобными. Дальше. И стали растения с плодами съедобными. То есть, было запланировано, что и растения съедобные, и плоды съедобные. А получилось, как всегда, что плоды съедобные, а растения не съедобные. И так каждый раз, что-нибудь не то. Теперь, как вы только что сказали, так всегда. Я с вами совершенно согласен. Но здесь, наоборот, причинно-следственная связь. Не в таре так, потому что так всегда. А наоборот, в жизни так всегда, потому что таре так. То есть, если в начале Бог по исцетворению мира оказалось, что делается, получается, не так, как запланировано, то всегда, видите, так дальше и будет. Понятно. Но, но. Да, ты, но. Я даже не сказал, для кого-то, кто-то съедобные. Подожди, 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 подожди. Это деталью. Послушай. Если бы ищет шла о том, что неизвестно, кто съест растения, то правая и левая части уравнения были бы одинаковыми. То есть, тоже неизвестно. То же самое было бы. Поэтому, если есть неравенство, то оно не случайно. Теперь. Почему такая разница? Ну, самое простейшее объяснение, самое простейшее, что левая часть этого уравнения описывает идеальное состояние, а правая описывает? Да. Нет. Плохо. Инициатива снизу. Плохо. Ну. Ну. Что описывает? То есть, левая часть описывает совершенную ситуацию. Как должно быть совершенство? А правая часть описывает? То есть, правая часть – это начальная ситуация. И тогда всё это неравенство является задачкой для человека. То есть, задача для человека – взять это неравенство и довести его до равенства. Понятно? То есть, вот у нас, вот это и есть математика сотворения мира, как было заказано. Вначале, вначале мир делается не таким, каким он должен быть. Но описывается, каким он должен быть. Дальше описывается, каким он получился вначале, чтобы дальше человек знал, куда его вести. Тогда имеет смысл описать и идеал, и то, что получилось. Ещё, ещё. Мы сейчас и осматриваем текст книги Бытия. Книга Бытия, первая глава книги Бытия, описывает семь дней творения. Первый день, второй, третий, четвёртый и пятый. И шестой. Книга сама себя не может описать. Книга Бытия описывает семь дней творения. По моим представлениям, автором книги Бытия является Всевышний. Теперь, но мы сейчас не осматриваем, кто автор. Мы осматриваем книгу, как она есть перед нами объект. Книга Бытия устроена следующим образом. Я это и осматриваю. Книга Бытия, первая глава описывает сотворение мира. Эта глава устроена по дням. Первый день, второй день, третий, четвёртый, пятый, шестой. Седьмой покоился. Эта книга каждый день описана по той же самой схеме. Он состоит в следующем. «Сказал Бог, пусть будет вот так-то». И дальше описанием утверждения А. Потом «И стало вот так-то» Описание утверждения Б. Вот это и есть структура первой главы книги Бытия. Книга Бытия описывает нам сотворение мира в такой форме. Спрашивается, зачем она описывает в такой форме? Ведь можно было просто описать, что было в первый, второй и третий день. Зачем каждое описание состоит из двух частей? Когда есть заявка Бога, что должно быть, а дальше есть, что получилось. Ответ. Это нам нужно для того, чтобы мы увидели разницу, отметили, в чём несогласование, и поняли, в чём состоит вопрос был. То, что я сказал, что получалось всё время не так. А как же Бог говорил, что это хорошо? Хорошо весьма сказано в завершении всего. По каждому пункту сказано хорошо. При том, что мы сейчас отмечаем, что всё не соответствует. Правильно? Работа сделана не так, а Бог говорит хорошо. Я бы это вот сейчас, я бы это истолковал следующим образом. Что вы могли бы подумать, что творение получилось нехорошо, из-за того, что Б не соответствует А. Но нет, всё получилось хорошо, всё нормально. Так и должно было быть, потому что это и есть пространство для работы человека. То есть, чтобы вы не подумали, что получилось плохо из-за того, что Б не соответствует А, Бог вам добавляет, получилось хорошо. А то, что получилось хорошо весьма, это то, что в конце все эти хорошо, они правильный комплект. Поэтому хорошо-очень – это комплект из разных хорошо. Как вы правильно замечаете, Бог всемогущий. Ведь всемогущие – это наше описание. Поэтому может ли Бог создать камень, который он сам не может поднять? Если он всемогущий. Известный классический ответ на этот вопрос такой. Разумеется, Бог может создать камень, который сам не может поднять. Более того, он этот камень уже создал, и этот камень называется человеком. То есть любая ваша попытка сделать логическую схему из религии заведомо не годится. Какую бы вы ни пытались провести логику в религии, логика сломается. Потому что религия не укладывается в логику. Об этом совершенно потрясающе сказал Рябинахман из Браслова. Так вот, Рябинахман из Браслова сказал об этом человеке. Комментарий. Есть два равенства, баланс, когда два светила одинаковые. Это идеальное состояние, которое в физике называется равновесие. Равновесие бывает двух типов. Стабильные и нестабильные. Интересно, что если, как в потенциальной яме, если начальное состояние это нестабильность, а баланс это конечное состояние, то это стабильное состояние. Вопрос в том, что может быть конечным является целью, но недостижимым. Недостижимым, но это все равно все равно будет стабильным. С другой стороны, если это мяч на холме, он может быть в начальном состоянии стабилен, но если процесс нестабильности включается, то результат халст. Ну понятно, равновесие нестабильное. Результат халст. Для этого есть реальность потенциалов, которые выражаются между идеальным и реальным состоянием. То есть хочется верить, что конечной целью является не хаос, а баланс. Окей. Цитата Дерренмата, эпиграф к пьесе «Рома у Великий». Недословный, но по памяти. Если мы возьмем за основу принцип дифференциального исчисления, в котором малое отклонение от истины является самой истиной. То есть без которого невозможно, является сутью дела. Лучше сказать, что именно на нем все и основано. И применить этот метод к истории или к философии, то можно получить потрясающе интересный результат. То есть это значит, что мы должны отказаться от попытки все формализовать на уровне логики, а понимать, что отклонение – это и есть все дело. И из него-то и вы оставили правильные различия. И поэтому то, что по истворении мира получается не так, как задумано, это отклонение – это отклонение суть. И именно это запускает процесс. Дифференциал, все? Да, есть дифференциал или разный финсал, который запускает процесс. Продолжение следует... Продолжение следует...